С 2023 года у нас допущено 4 сорта Азима мягкой пшеницы в реестр. Первый здесь представленный сорт это сорт подарок Крыму, который мы совместно передали с Институтом сельского хозяйства Крыма. Сорт внесен в реестр по Нижневовскому 8 и по Центрально-Черноземному 5 региону. Главными достоинствами данного сорта является его ранеспелость, то есть сорт на 3-5 дней выколашивается и созревает раньше классических среднеранних сортов. Сорт обладает высокой засухоустойчивостью, жаростойкостью на протяжении всей вегетации. И одним из основных достоинств этого сорта является его высочайшее качество зерна, то есть сорт соответствует параметрам семи пшениц. В условиях 2021 года на питомниках размножения данный сорт сформировал максимальный урожайный среди всех наших сортов. Год сложился достаточно засухоустойчивый, жаркий и сорт сформировал по питомникам размножения более 8 тонн за гектар урожайный. Это сорт интенсивный или для такого среднего агрофона? Сорт подарок Крыму мы рекомендуем прежде всего для среднего агрофона. А по шестому региону он райнирован? По шестому пока его не включились с 23-го года, но еще возможно будет расширение. И северный пошел, да? Да, ну, Волгоград и центрально-черноземный регион, то есть там он хорошо себя зарекомендовал, в принципе, и госкомиссия Ростовской области рекомендовала для включения, но главное, Москва пока не включила, поэтому надежда еще остается, потому что сорт новый. А этот сорт называется «Премьера». Да, следующий сорт, который включен также с 2023 года, но данный сорт уже включен по нашему, по северокавказскому региону. Этот сорт среднеранний, универсального типа, сорт крупнозерный, как видите, крупноколосый, масса тысячи зерен в условиях прошлого года на наших питомниках размножения было сформировано более 54 грамм. То есть сорт очень крупнозерный, с достаточной морозозимостойкостью, в составе глиодиновый сорт содержит ржаную транслокацию, что благоприятно влияет именно на уровень продуктивности данного сорта. А этот сорт для какого агрофона? Сорт как для высокого, так и для среднего агрофона, в принципе, он хорошо. Как по парам, так и не паровым предшественникам сорт хорошо себя показывает. В условиях прошлого года по черному пару была получена урожайность более 12 тонн в гектарах в наших изучении. И по кукурузе на зерно сорт сформировал максимальную урожайность среди всех изучаемых сортов более 9 тонн в гектарах. Он получается к фузариозу устойчивый, да, если по кукурузе? Ну, его создавали на фоне кукурузы на зерно, в принципе, да, ну, сорт среднего восприятия. А как по устойчивости к болезням? Вроде, я смотрю, флаговый лист чистенький. Неплохая устойчивость у данного сорта. Так, а здесь сорт пониже ростом. Сорт интенсивный, раздолье. Также мы его передавали в 2019 году совместно с Институтом сельского хозяйства Крыма. Сорт успешно прошел районирование по нашему северокавказскому, по Нижневолскому региону. На сегодняшний день это самый высокопродуктивный из всех наших сортов. В условиях 2022 года по предшественнику пар была получена урожайность в конкурсном испытании 13,87 тонн в гектаре. И на участках размножения сорт также сформировал очень высокую урожайность. Пониженная норма высева порядка 9,5 тонн в гектаре. Сорт более поздний относительно всех наших сортов. Относится к средне-поздней группе. Хорошо кустится, формирует плотности блестой, хорошо озерненный колос. Также устойчив к болеганию, к основным болезням. Вы сказали, на низкой норме высева. А это сколько? Это порядка 3,5 миллионов на гектаре. Понятно. А в производственных посевах его уже пробовал кто-то? В производственных посевах у нас достаточно уже в этом году площади. То есть будут семена в достаточном количестве. И сорт хорошо себя показывает в производственных условиях. Просто урожайность вы назвали фантастическую. Интересно, а вот непосредственно в хозяйствах легко ли ее добиться? При правильном подходе к этому сорту, то можно получить достаточно хорошую. Теперь мы смотрим сорт Рубин Дона. Почему Рубин? Селекционеры приняли такое решение назвать данный сорт именно так. Сорт формирует крупное зерно, очень интенсивного, такого красного цвета, красивого. Сорт в реестре, так же как и сорт подарок Крыму по пятому, восьмому региону включен. По-нашему пока нет. Сорт высокоинтенсивный, хорошо отзывчивый на улучшенный агрофон. Он по парам хорошо себя показывает, при большом внесении удобрений сорт формирует очень хорошую урожайность. И при этом формирует отличное качество зерна. То есть по нашим данным сорт также это сильная пшеница. А сколько белка? Белка, как правило, более 14%. Понятно. А если давать немножко питания, все равно будет сильная пшеница? Если нет возможности давать достаточное питание, то у нас сорта подбирать все-таки, которые более интенсивные сорта. На то они интенсивные, что они показывают максимальный свой результат при хорошем агрофоне и хорошем количестве удобрений. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, тогда мы пойдем дальше, еще про те сорта, которые уже переданы. Сорта испытания. Какие из них, на ваш взгляд, заслуживают особого внимания? Ну, два новых сорта. Здесь они рядом находятся. На сегодняшний день они проходят второй год испытания. То есть при положительном результате уже с 2024 года сорта будут внесены в реестр. Первый сорт – это короткостебельный универсальный сорт Аюта. Видимо, относительно двух сортов ниже. Сорт с высотой до 80 сантиметров. В среднеспелой группе относятся. Высокоустойчивую полигонию. Крупнозерные. С комплексом адаптационных признаков и свойств. То есть засухоустойчивость мороза-зимостойков. С устойчивость болезнями. И качество зерна на уровне ценных пшениц. И второй сорт – это сорт Золотой колос. Он повыше. Он повыше. Создавался он на основе нашего известного сорта среднерослого. Аскет, который себя хорошо показывает в засушливых условиях. В восточных районах его достаточно много сеют. И в качестве яцовской формы здесь использовался краснодарский сорт Гуром, который хорошо кустится. От этого сорта наш новый сорт унаследовал эту возможность куститься. То есть сорт среднеспелый, так же, как и Аюта. Хорошо показывает себя по жестким предшественникам. Это, прежде всего, подсолнечник, кукуруза на зерно, другие поздно убираемые культуры. Хорошая засухоустойчивость, морозостойкость. И качество зерна также отличное. Содержание клейковины нередко, а зачастую более 30%. Ну, Гром, конечно, известный сорт. Все его любят. Но он же сильно стал поражаться болезнями. Его надо хорошо защищать. А Золотой колос? Золотой колос. Насколько? По устойчивости болезням, конечно, превосходит. Сорт Гром, то есть сорт устойчив к основным болезням Северо-Кавказского региона, в которые проявляются, сорт достаточно устойчив. Ну да, лист чистенький, я вижу, флаговый, замечательный. А потенциал урожайности у него какой? Потенциал более 11 тонн в гектар. Угу, понятно. Вот, а сорта Матрица и Приазовье, чем удивляют? Также эти два новых сорта проходят второй год испытания. Сорт Матрица, сорт интенсивного типа, то есть для высокого агрофона. При этом сорт хорошо кустится. Сорт среднеспелый, морозостойкий, засухоустойчивый. Потенциал урожайности более 12 тонн в гектаре. То есть очень интересный сорт, низкостебельный, устойчивый по леганию. И второй сорт – это Приазовье. Также сорт интенсивного типа. Здесь главным достоинством его является высокий потенциал зерновой продуктивности и отличное качество зерна. То есть по данным нашей биохимической лаборатории, сорт формирует качество на уровне сильной пшеницы. То есть тоже сорта очень интересные. И мы надеемся, что будет иметь спрос. Здесь краснодарская кровь перемешана или свои линии? Матрицы есть. Матрицы есть. Понятно. А НС Донской всегда славился, наверное, сортами, которые не боятся ни возвратных заморозков, ни засухи сильной. Сейчас селекция на что направлена у вас? Что у вас в приоритете? Прежде всего, конечно, это продуктивность. Потому что это самый главный показатель, который и государственная комиссия по испытанию смотрит. Ну, конечно же, наши сорта всегда славились и отличным качеством зерна. Этот показатель мы за ним следим, чтобы наши сорта соответствовали только ценам и сильным пшеницам. Наши сорта обладают комплексом адаптационных свойств. Это и засухоустойчивость, жаростойкость, морозозимостойкость, устойчивость к основным болезням. В последние годы активная работа ведется по расширению ассортимента сортов различных групп спелости. И на сегодняшний день у нас есть сорта как ранние спелые группы, которые на 3-5 дней раньше выкалашиваются и созревают. Целый ряд у нас раньше, это классические зерноградские сорта были. Это среднеранняя группа. Она остается у нас. Большой ассортимент сортов там есть. Появились у нас сорта среднеспелой группы. Целый ряд сортов, которые мы здесь посмотрели, проходят испытания. Сорт Полина уже включен в реестр по нашему северо-кавказскому региону. Среднеспелый. И также у нас появились сорта среднепоздней группы, которые на 6-7 дней позже выкалашиваются и созревают. Первый сорт такой у нас появился, это амбар. С 22 года он в реестре. И также ростоли с 23 года в реестре. То есть это очень такое приоритетное направление. Ну вот в условиях Ростовской области ставку, все-таки на какие сорта вы советуете делать? На среднепоздние, потому что они могут дольше вегетировать и больше зерна принести. Или там на среднеспелый, среднеранний, потому что они уйдут от засухи? Мы рекомендуем все-таки использовать, как правило, сорта различных групп спелости в хозяйстве. То есть несколько сортов, один-два сорта раннеспелой группы, из которых будет начинаться уборка. Что это нужно? Различные группы спелости нужны, чтобы разгрузить технику в период уборочных работ. Не было такой напряженности. И плавно переходить от более ранних сортов, среднеранних, среднеспелых. Конечно, среднеспелые сорта зачастую, не часто, но так складываются условия, что и среднеспелые сорта по урожайности часто превосходят более ранних. Вот такие года, как сейчас, когда нет жары, в принципе, и достаточно влаги, среднеспелые сорта, да, будут превосходить сорта более ранних. Но зачастую в наших условиях складываются и засушливые годы, очень жаркие годы, и тогда выстреливают уже сорта раннеспелой группы. То есть они уходят от этих запалов, от жары и формируют крупное, высоконатурное и хорошо выполненное зерно. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!